Как найти общий язык с детьми и подростками? Как понять истинные причины их противоречивого поведения? Эти и другие вопросы обсудили на курсах повышения квалификации по вопросам профилактики, конфликтах и различных форм девиантного поведения. Специально для этого в окруженную столицу прибыли представители двух крупнейших вузов Санкт-Петербурга. Слушателями курсов стали 38 человек. Это психологи, социальные педагоги, работники дошкольных образовательных организаций и представители Ассоциации Ненинского народа ИСАВЭЙ. Кандидат психологических наук, профессор педагогического университета имени Герцена Андрей Грецов рассказывает слушателям о различных отклонениях в поведении подростков. Речь идет о правонарушениях, суицидах, агрессии, конфликтности и других форм девиантного поведения. У всех этих явлений много общего. Ведь человек ведет себя каким-то не совсем правильным образом не потому, что на самом деле он якобы не понимает, что там, например, пить или употреблять, тем более, не дай бог, наркотические вещества, это плохо или это чревато какими-то нехорошими последствиями. Да, конечно, молодые люди это прекрасно понимают. Но если они, тем не менее, так поступают, то это отражает определенные противоречия в их развитии и определенное противоречие в том, что они не смогли найти свое место в обществе, не смогли удовлетворять значимые для них потребности приемлемыми способами. Кандидат психологических наук Андрей Грецов убежден, вместо того, чтобы в очередной раз напоминать подросткам об опасности того или иного поведения, необходимо сконцентрировать их внимание на положительных альтернативах. Понять все-таки, что же это за проблемы в плане взаимоотношений, в плане поиска себя, в плане видения своих жизненных перспектив, в частности, в профессиональном плане, чтобы человек, видя эту перспективу и сознательно выстраивая свое поведение, смог конструктивно определиться в жизни, найти свое место, и тогда у него просто не возникнет соблазна заниматься всякими нехорошими вещами. Ну и, конечно, при этом обязательно нужно учитывать региональную специфику. Вместе с Андреем Грецовым курсы повышения квалификации проводит профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Марья Розанова. По ее словам, одна из главных задач ВУЗа, в состав которого вошла Полярная Академия, является подготовка кадров для арктических регионов. Мы первый раз приехали на Рейнмар и первый раз знакомимся с регионом. Конечно, потрясающий потенциал, и если смотреть на развитие арктического региона, конечно, очень большие перспективы, но большие вызовы. Поэтому мы здесь для того, чтобы, в частности, может быть, как-то в плане профилактической работы, немножко предотвратить, может быть, какие-то последствия, которые возможны будут, если будет международный порт построен в перспективе, если будет в дальнейшем активно, интенсивно развиваться регион. Курсы повышения квалификации позволяют не только обмениваться теоретическими знаниями, но и делиться опытом. Совместно с профессорами санкт-петербургских вузов работники образования ищут ответы на сложные вопросы, которые подчас не имеют готовых решений. Профилактика различных форм отклоняющегося поведения в среде подростков и молодежи в последнее время стала особенно актуальна. Тема очень актуальная на сегодняшний день. Уважаемые коллеги, познакомили наших слушателей с современными формами предотвращения различных конфликтных и социальных ситуаций, которые возникают в школе. И в последнее время мы много слышим по средствам массовой информации, какие происходят несчастные случаи с нашими детьми, как они очень ранимы и подвержены различным влияниям. И формы борьбы с этими проявлениями. В семинаре принимали участие психологи образовательных организаций Ниньского автономного округа, как дошкольных образовательных организаций, так и общеобразовательных организаций, социальные педагоги. Также принимали работу социальные педагоги детского дома. В общем количестве 38 человек. По словам Ольги Казицыной, опыт, знания и методический материал, полученный на курсах повышения квалификации, психологи и социальные педагоги будут использовать в своей работе. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.